Мусор из Чебоксарного, Чебоксарска и Чебоксарского района на Пехтулинскую свалку возили более 50 лет. Она работала в полную силу, несмотря на то, что в 1984 году срок ее эксплуатации закончился. Горы мусора росли, а вместе с ними увеличивались и экологические риски. За этот период было завезено более 4 миллионов отходов, кубических метров отходов. Это был очаг экологических проблем, был постоянный запах. На свалке то и дело что-то горело, неприятный запах распространялся на близлежащие микрорайоны и деревни. Полная антисанитария, стаи птиц. Так продолжалось до прошлого года. Экологическую катастрофу удалось предотвратить. В 2017 году началась рекультивация Пехтулинской свалки. В рамках приоритетного проекта «Чистая страна» в 2017 году начата рекультивация санкционированной свалки города Чебоксара, так называемой в народе Пехтулинской свалки. На эти цели были выделены средства в объеме 330 миллионов рублей. Когда мы пришли на этот объект, тело свалки лежало разбросано на площади 30 гектаров. При формировании кургана тело свалки уменьшили на 9 гектаров. Утрамбовывали мусор и уплотняли геотекстиль для укрепления конструкции. Затем положили газодренажную прослойку, щебень 20 сантиметров. Все это закрыли геомембраной, чтобы защитить мусор от попадания осадков. Потом слой глины в 5 сантиметров. Образовался так называемый саркофаг. Тело свалки герметично закрыли. Также выполнена восточная сторона, смотрим со стороны Нового города и Новочебоксарская, водоотводная канава, чтобы вода, которая фильтрует с тела свалки, не выходила за пределы этой территории. И поступающая из полей тоже вода не поступала на тело свалки. И предусмотрена, скажем так, канава нагорная. И забетонирована участками, где, чтобы размывания были, около 350 метров с водобойными колодцами. Система сбора и очистки биогазов работает. Вот-вот начнут прокладывать эксплуатационную дорогу, по которой к Ургану будут добираться специалисты для проверки различных систем. Технический этап рекультивации на этом завершился. Сейчас идет биологический. В течение трех лет специалисты будут мониторить состояние воздуха в санитарной зоне. Показатели выполнения данных работы – это именно повышение качества жителей города Чебоксар-Новочебоксарск, количество 500 с лишним тысяч человек. И плюс введение в оборот рекрутируемых земель, восстановление земель в порядка 30 гектаров. Сейчас укладывают растительный слой грунта в 15 сантиметров, потом засеют всю территорию многолетними травами. Сложностей на самом деле было немало. И в проекте относились изменения. И проект разрабатывался достаточно давно. За тот период, пока он разрабатывался, сюда продолжали вывозить мусор. Поэтому корректировался проект, количество мусора уточнялось. Были сложности по грунту. Здесь огромное количество грунта, более 40 тысяч кубических метров грунта. Такого количества просто нет грунта. Выходили из этой ситуации. Было непросто, но это все реализовалось. За год удалось сделать очень многое. Завершается уже у нас рекультивация пехтуринской свалки. В ноябре мы полностью этот объект закроем. Это классическая схема рекультивации свалки, которую пользуются и в других регионах страны. По такой же технологии выполняется рекультивация свалки в Эльбешево-Чебоксарского района. На очереди Яльчики, Аликова, Канаж. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. Продолжение следует...